Объединить разрозненные компании сталилитейного сектора Китая. Такое предложение прозвучало на панельной дискуссии во время двух сессий. Фин ВК НПКСК Сунь Чжао Хуэй предложил меры, которые позволят создать прочный стальной сплав металлургической отрасли. Из зала заседаний наш следующий материал. Так проходит панельная дискуссия на сессии ВК НПКСК. У каждого участника есть 8 минут на выступление. Член НПКСК Китая Сунь Чжао Хуэй поднял тему оптимизации металлургического производства и объединения крупнейших национальных сталилитейных компаний. Годы стремительного роста создали избыточные мощности. Несмотря на сокращение числа заводов, производство стали в Китае растет вместе с ценой продукта. В прошлом году был достигнут очередной максимум 830 миллионов тонн. Китай сейчас противникает реформы в сталилитейном секторе. Думаю, настало время приложить усилия по консолидации предприятий и отрасли. Четыре крупнейшие металлургические компании Китая производят менее 20% стали в стране. Остальное приходится на массу мелких предприятий. Сунь Чжао Хуэй полагает, что этот показатель можно улучшить до 50% и выше. Во-вторых, на рынке сложилась ситуация, когда высокая конкуренция, увы, не идет продукту на пользу. Компании в целях наживы снижают стандарты качества и наносят урон экологии. Но есть и позитивные примеры, на которые Сунь предлагает ориентироваться. Есть некоторые обочтения, связанные с сокращением избыточных мощностей. Но, напомним, в сталилитейном Панчжихуа наблюдается 100% чистый воздух и рост валового продукта. Мы должны поменять отношение к вопросам экологии и развития. Защита окружающей среды не идет в разрез с ростом ВВП. В Панчжихуа, округе провинции Сычуань, базируется крупный государственный производитель стали Пангангрупп Айрон Энд Стилл. Таким он стал после слияния в 2010 году с другой китайской корпорацией Айншайн Стилл. Сунь Джао Хуэй проработал в Панчжихуа 30 лет. И на основании опыта уверяет, что отрасли необходимо параллельное развитие, когда предприятия договариваются тратить силы не на конкуренцию в производстве одной и той же продукции, а на создание разных продуктов. А для этого нужен более консолидированный подход. Василиса Лукашевич, CGTN.